Отказ от НАТО на 20 лет из-за морозка фронта. Новый президент США Дональд Трамп готовит мирный план для Украины. Как пишет издание The Wall Street Journal, советники нового президента подготовили ему несколько вариантов урегулирования войны России против Украины. Трамп пока не утвердил конкретный вариант и будет принимать решение лично в последний момент. Одна из предложенных к Трампу идея, которой подробно рассказали три человека, близких к новоизбранному президенту, заключается в том, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО как минимум на 20 лет. В обмен на это США продолжат снабжать Украину оружием для сдерживания будущего российского нападения. Также предусмотрено, что линия фронта будет зафиксирована в ее текущем положении. Киев и Москва согласятся на создание демилитаризированной зоны протяжностью 1300 километров. Еще один вариант мирного плана подготовили два ключевых советника Трампа – Кит Келлок и Фред Флейц. О нем ранее писало агентство Reuters. Он включает в себя поставки Украине нового оружия только в случае ее согласия на мирные переговоры с Россией. Согласно этому предложению, Киев сможет вернуть утраченные территории, но путем дипломатии. Напомним, перед выборами Трамп обещал остановить войну в Украине сначала за 24 часа, а потом до официального вступления в должность 20 января. В своей первой речи, объявляя о победе на президентских выборах, Трамп сказал, «Больше никаких войн во время моей каденции. Я собираюсь остановить войны». Непредсказуемый Трамп может стать ключом к миру в Украине, считает экс-генсек НАТО Андрес Фок Расмуссен, передает политика. По мнению Расмуссена, другой подход, который может сработать – это апелляция к эго Трампа. «Мы могли бы использовать сочетание непредсказуемости Трампа с его желанием быть победителем и сделать это сильной формулой для продвижения мирного процесса в Украине». Он добавил, что Трамп должен сказать Путину прекратить войну. Сам Трамп уже пообещал залить американский рынок дешевой нефтью, что скажется на глобальных ценах и может обрушить их до 50 долларов за бочку. Такие планы нового президента США переполошили Россию. Одиозный российский олигарх Олег Дерибаско в ответ на заявление Трампа написал в своем Телеграм. «Доброе утро, Новый мир. Нефть к 50 долларам к маю. Мир будет похожий везде». Дональд Трамп действительно намерен всерьез заняться вопросом снижения цен на нефть. В частности, в своей первой речи он пообещал начать массовую разработку нефтяных скважин в Америке. После этого заявления нефть марки Brent подешевела на 2%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова